Сегодня стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший спасатель-высотник» подразделения МЧС Республики Беларусь. В соревнованиях принимают участие 10 команд, в каждой команде по 4 участника. Эти 4 участника – это сильнейшие спасатели своих регионов. Дистанция «Промышленный альпинизм» включает в себя мелких 10 этапов. Навыки, приобретенные здесь, на соревнованиях, на тренировках, очень сильно помогают нашим ребятам выполнять боевую работу в обычной жизни. И когда наш человек профессионально подготовлен, он легко это, спокойно выполняет на боевой работе. За что мы их благодарим? Конечно же, они делают ту незаменимую работу, которую никто не может сделать в нашей стране. А наши ребята ее выполняют и расценивают это как обыденность. Дистанция «Промышленный альпинизм» подразумевает собой выполнение технических элементов с применением альпинизмского снаряжения по спасению пострадавших, зависших на том либо ином устройстве, ну и, соответственно, его эвакуация в безопасное место. Ну и также прохождение каких-то технических приемов. Навыки работы с альпинизмским снаряжением порой очень изменимы в условиях городской застройки, когда наша техника не всегда может добраться. Участвовать в соревнованиях уже не первый год, но в этом году первый раз проводится командный этап. Команда среди четырех человек, соответственно, этап показывает слаженность работы в команде. Он больше технический, чем нежели физический. Физическая сила также нужна, но очень важно взаимодействие в команде и слаженность. Каждый должен отработать по максимуму, и, соответственно, на выходе мы получим хороший результат в командном виде. Заключительный вид – это подъем на 24-й этаж национальной библиотеки. Полные экипировки спасателя, включенными в аппараты сжатого воздуха. Смотрим, как они подготовились в этом году и покажут ли лучшие результаты по сравнению с прошлым годом. Три, два, один, старт! После 15-го этажа уже силы начинают покидать немножко, ноги закисляются, не хватает кислорода, и уже чувствуешь нагрузку, пульс высокий. Но стараешься уже держать темп, терпишь до конца, и получается результат хороший. Психологически, конечно, внутри до конца пытаешься держать, но терпеть, терпеть, терпеть. И вот эта терпешка у нас всех спасателей держит на высоте. Тогда я думаю о своем результате, думаю результаты команды, чтобы их не подвести, и поэтому терпишь до конца и работаешь на последних ступенях до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА